За все ответит глава города. С докладом об итогах работы администрации перед депутатами областного центра выступил Владимир Шарыпов. Новый мэр в 2016-м в должности проработал всего два месяца. Одержать ответ вынужден был за весь отчетный период. Показатели продуктивности работы во многом ниже, чем в 2015-м. Инвестируют в областной центр неохотно, доходная часть бюджета снижается, уровень зарплат ниже, чем у соседей по ЦФО, и рабочих мест не прибавляется. Строительная отрасль в 2016-м году не достигла высоких показателей, в том числе в сфере жилищного строительства. В эксплуатацию было введено 115 тысяч квадратных метров жилья. Показатели ввода в эксплуатацию нежилых объектов в прошлом году снизились по сравнению с показателями предыдущего года на 39,4% и в натуральном выражении составили 91,1 тысяч квадратных метров площади. Нагнать хорошие показатели власти стараются в дорожном строительстве. Завершили два крупных объекта. На улице Кудряшова с устройством искусственных сооружений и автодорогу Авдотина-Минеева, соединяющую улицу Минскую и Революционную. В рамках заключенного муниципального контракта началось выполнение проектно-изыскательных работ по объекту разработка проектно-сметной документации, строительство моста через реку Уводь по улице Набережной и автодороге на участке от улицы Профсоюзной до улицы Рыбинской в городе Иваново. На текущий и капитальный ремонт объектов уличной и дорожной сети в отчетном периоде было направлено 128,4 миллиона рублей. За душу тянет, отметил Владимир Шарыпов, ситуация с муниципальным предприятием ИПТ. Городские власти стараются сохранить троллейбусное сообщение, но ситуацию осложняют долги МУПа по налоговым и отчислениям в пенсионный фонд. Аналитики разработали программу реанимации предприятия, исследуют продуктивность работы трудового состава, хотят привлекать дополнительные возможности по получению доходов. Отмечают, не избежать и сокращений. По троллейбусу ситуация, если коротко, действительно хуже, чем я себе представлял. И ситуация с финансовой стабильностью на предприятии сейчас находится под большой угрозой. Однако администрация совместно с депутатами городской думы принимает все необходимые решения для того, чтобы менее болезненным это было как для сотрудников предприятия, так и для города, для того, чтобы мы могли сохранить троллейбусные сообщения и в следующие периоды. В бюджете на этот год заложены строки на обеспечение жильем молодых семей. В списке претендентов на получение социальных выплат 18 многодетных семей. В казне запланировано 6 миллионов 423 тысячи рублей. В состав участников под программу обеспечения жильем молодых семей по городскому округу Иваново включены 534 молодые семьи. Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в бюджете города Иваново предусмотрено софинансирование в размере 1 миллиона 194 тысяч рублей. Обсуждение доклада получилось вялым. Вопросов было немного. Недовольные реплики озвучили только сторонники коммунистической партии. Они ситуацию в областном центре считают удручающей. Уважаемые товарищи, возникают вопросы кадровые. Вы сравните, в городе Иваново действует 7 заместителей главы города. Я провел анализ. По стране Нижнего Новгорода, Владимире 5 заместителей главы города. В Ярославле 6. В Новосибирске, где город Миллионник, 6 заместителей. Спрашивается, куда нам на 400 тысяч населения 7 заместителей главы города. Другие депутаты выступления мэра итоги работы сочли приемлемыми. Докладчику поставили оценку удовлетворительно. Также на троечку работу мэрии оценил и сам молодой градоначальник. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.